А пока? Пока на Донбассе продолжаются обстрелы. Есть погибшие и раненые. Ирина Баглай о тех, кто ценой жизни защищает мир на фронте, пока политики договариваются. Дал присягу. Если кто нападает на струну, ты должен встать на её защиту. Ты же не просто так ляпнул. Не просто так тебе две звёзды, младшего лейтенанта одну звёздочку дали. Не просто так. Значит, надо как-то обязательство. Взял, давай, вперёд. С присяги начался путь на войну Романа с Пазаным Койот. На гражданке он был, как сам себя называют, офисным планктоном. По образованию инженер-механик. Обладал обладание нефтовых и газовых промыслей. Среди военных таких называют пиджаками. Но офисный костюм Романа уже четвёртый год пылится в шкафу. Теперь его второй кожей стал кевлар и бронежилет. На передовой их не снимает. Помнит свой первый бой, когда совсем не обстрелянный в батальоне из добровольцев шёл освобождать тогдашний Дзержинск, теперь Торецк. На Дзержинский блокпост. Мы туда выскочили. Я так понял, где-то было, чья ошибка в разведанной. Ну, короче, мы выехали на Сепарский блокпост в упор. А нас там уже ждали. Махаем друг друга ручками сразу в первом же бою по нам. Мухи, РПГ и туры. Спустя три года уже командир роты Койот хорошо помнит тогдашние свои эмоции. Ничего себе, по мне реально стреляет. Плюс этого боя. Он был очень жёсткий, с потерями сразу. Из этого звезды у нас не появилось. А это было больше в душе как поражение. Дзержинск, Дебальцево, Майорск, освобождение Зайцевого. Теперь новый рубеж, село Пески, под захваченным боевиками Донецком. Солидный боевой опыт уже позволяет бойцам подразделения на слух ориентироваться, из чего и откуда ведёт огонь противник. Когда мы шли, вот эта стрельба, это был снайпер с 12-7. Это уже бьёт что-то более тяжёлое, скорее всего, из гранатомётов. Обстрелы из крупного калибра и замаскированные под них выстрелы снайперов сменили обстрелы из тяжёлых орудий. Подъезжают машины к ним постоянно. Джип на джипе, учёс установлен. Отработал короткими очередями по полежащим двум-трём позициям и сразу уходит очень быстро. Ещё неделю назад миномёты и артиллерия боевиков молчали. Тревожным сигналом для пехотинцев стало передвижение колонны военной техники врага в районе Ясиноваты. Под утро почти каждую ночь слышно перемещение. Иногда видно по фарам, что там идёт 8-10 машин. Стреляют из района Ясиноваты, из жилого сектора, чтобы не была ответка туда. Мы наблюдаем только вспышки. Это по 20-30 приходов за сутки. Одна из самых горячих точек, на которую наведены тяжёлые орудия российских наёмников – Авдеевка. Враг выдвинул танки на огневые точки, оборудованные на развязке под мостом. Несколько дней они расстреливают позиции армейцев из двух стволов. Стихийно из миномётов боевики накрывают и Маринку. Но из-за её близости к окопам боевиков основной удар приходится пожилым домам. Здесь уже нет уцелевших зданий. При этом наёмники начиняют заряды горючей смесью. От них этот блокпост на окраине города превратился в пепелище. Заливают в середину так называемого коктейль молотого и стреляют. То есть оно при взрыве не только что осколками, но ещё оно загорается. Мы не можем ответить им, что они спрятали свои миномёты среди домов, где мирные граждане живут. Такими выстрелами боевики методично разбивают укрытия пехотинцев. Вопреки обстрелам пехотинцы отстраивают разрушенные накануне и готовятся к новым атакам. Большинство из тех, кто сменил костюм на камуфляж, несмотря на потери друзей, боль и усталость, находят силы не сдаваться. Не сломаться. Ломает больше не противник, ломает больше, ну не только противник, больше всего непонимания. Ну короче, несмотря ни на что продолжать двигаться вперёд. Вот это вот главное. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности недели. Телеканал Интер.